Привет ребят. Сегодня мы посмотрим за вот этим вот зарубежным гражданином с ником Kouzoum Ro из полка Zero-One. 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 История началась еще наша с ним в прошлом году, если я не ошибаюсь, извиня, не изменяет память. И те повторы, которые я записывал, они даже не требовали записи на Утро-Лоу, там было и без этого ясно, что игрок читерит. Но вскоре этот игрок увидел тебя на моем канале и начал жестко себя отмазывать тем, что я не читер, ты ошибаешься, вот смотри, я играю на Утро-Лоу, там и его друзья приходили, и он приходил, и в итоге он даже записал видео тех боев там, где он на Утро-Лоу якобы не читерит. Ну и решил я все-таки, ребят, я уверен, что это читер, но думаю, ну ладно, посмотрю еще, может, перестал читерить. Нет, ребят, не перестал. Вот сейчас мы увидели, как Жамбо отстрелялся, выходил в сторону, и он сразу же заводил за ним башню автоматом, то есть читер доцеливает, автоматом ведет за уходящим противником, хотя его не видно. Обычный игрок не будет так делать, потому что, ну, смысл поворачивать башню в ту сторону, если игрок не уехал, допустим, да, или, то есть ты только ведешь башню за движущейся целью, а тут ты ее не должен видеть. Ну давайте посмотрим, что из этого получилось. Тут его, он просто выехал уже на танк, его тут расстреляли. Что еще говорит в том, в пользу того, что он читер, то, что у него стоит подключение к идущим боям. Это вероятность, что обычный игрок использовать будет такой тип игры, это маловероятно. Любой нормальный игрок не ставит подключение к идущим боям, потому что это крайне неудобно тем, что противник уже приезжает по всем точкам, и ты выезжаешь, и попадаешь просто к нему в руки. Этот игрок играет подключением. Ну, это, конечно, не гарантирует, что это читер, не обозначает, да, если игрок играет подключение к идущим боям, что это читер, но этот игрок, я знаю, что читер, и это еще раз говорит о том, что он знает, где кто находится, поэтому и удобно ему. Вот давайте посмотрим, ребят, как он ориентируется по карте. Вроде бы все в рамках правил, но, но, посмотрите, как он двигается. Он знает, где находятся противники. Вот этого парня, он, да, типа сделал вид, что не заметил, блядь. Но он на карте отображается и так, его и так было понятно, что он там есть. На него можно было смело реагировать, но он старается не париться, он не понимает, где есть на карте, где нет, у него везде они есть на карте. Поэтому он сделал вид, что он его не видел, а потом как бы случайно увидел. Вот здесь, в чапе, как бы случайно увидел, да. Вот смотрим, ребят, парень повернул сразу налево. Почему? А потому что справа уже нет никого. Видите? И он смело теперь едет в эту сторону. Он выйдет аккуратно смотреть, там, как бы, да, вроде бы, стараться не париться. Но все равно видно, что нормальный игрок так и сыграет. Когда ты не знаешь, где кто находится, блядь, ты так не будешь ездить. Вот здесь он, типа, доворот делает. Смотрите, вот там стоят танки. Он понимает, что... Он даже не посмотрел. Ну, не важно. Мы весь бой сейчас посмотрим, в котором будет видно, как он двигается, каким ими, куда он двигается. Он именно заходит туда, там, где тыл противника. Смотрите, грамотно двигается, старается не париться. Это не наш Саша читер, который хочет показать всем, какой он крутой игрок. Этот чувачок, видите, он даже бортом специально выезжает. Хотя он знает, ребят, что там танки находятся. Он специально, да? Ну, мы и так видим, даже если бы не был учитером, и так понятно, что там танки стоят на точке. Блядь, нахера бортом выезжать? Зачем? Это он показывает, что он будто бы не видит никого. Вот тут автоматом повел тоже за танком. Вот здесь, да? Вот, блядь, случайно угадал, что там Шерман будет ехать. Вот просто. Чуйка сработала. Оп. Угадал. Молодец, парень. Смотрим дальше. Смотрите, кстати, сейчас танк будет среба стоять. Вроде бы никто его не подсвечивал, да? Вот тот вот, который... Чтобы его там увидеть, туда нужно посмотреть внимательно. И сначала нужно посмотреть биноклем, да? А потом уже доворачиваться. Но игрок уже понимает, что там танк. Что его видно, и поэтому можно поворачивать. А вот здесь ты угадал. Просто тоже супер, да? Это, наверное, суперслух сработал, да? Вот чувак едет, он, блядь, не слышал, да? Что ты тут стоишь, стреляешь. А вот ты его услышал. Просто красавчик. Конечно, куда же нам? Все, того ты не трогаешь, потому что его уже грохнули. Да? На ЦВ-шечку. Смотрим далее. Вон, респонулись, теперь танки. Что у нас же делает игрок? Игрок вот так делает. Откуда ты знаешься, кто куда сейчас поедет? Они могли поехать куда угодно. Делает вид, что оглядывается по сторонам, разворачивается, поворачивается, все это делает, вот. И он все равно едет сюда, да, в проезд. Для чего? И ствол доворачивает уже сюда. Видите, ствол куда поворачивает? Мы что, знаем, что он там танк сейчас будет выезжать? Вон он выезжает. Он даже бортом едет. Такой, все, типа я не знал, что он там будет танк. Ну, блядь, башню ты почему-то сразу туда повернул. И едешь бортом. Ну, нахуя ты делаешь из нас дебилов? Я уже два года этим занимаюсь, и у меня уже нюх на читеров, блядь. Я вижу, прекрасно, сразу видно. Не знаю, как вы, ребят, как там, кто. Сразу видно, если игрок чистый, то чистый, блядь. Ну, невозможно знать, откуда танк поедет. Противник каждый по-своему играет. У каждого свои тараканы в голове. Ты сейчас за Зениткой едешь, за или к кому-то. А, ну, Зенитку ты бросил, решил не ехать. Просто плюнул, поехал, отвернулся. Вот тут сейчас он делает странную ситуацию. Сейчас его Халкат из этого убьет. Смотрите, подсвечивает и Халката там. На точке Б. Вот тут ты Чаффика увидел, да, тоже так случайно. Просто, блядь, ну, тайминги. А вот тут точно тайминги сработали. 9.00. Как обычно. М24 проходят. Парзадер выезжает, ты к нему жопой поворачиваешься, да? Ты уже просто понимаешь, что ты уже заигрався, тебе нужно, чтобы грохнули тебя. Вот это уже чересчур. Там-то биноград был, там-то низ... Ты хер поймешь. Вот ты увидел М18, ты ж его там увидел. И башню туда повернул. Не на карте. Если ты игрок серьезный, ты видел, что там Халкат на карте был. Нет, ты сейчас почему-то решил уехать, да? Почему? Хер его знает почему. Встал, встал, решил поехать. Так, куда ты с лоб доворачиваешь? В ту сторону все равно, да? Все равно понимаешь, что там Халкат? А, ты не ожидал, что он выйдет так быстро и на ходу тебя шлепнет, да? Ну-ка. Смотрим на Халката. Да. Халкат уже на тебя свелся. А ты башню уже на него повернул. Нюх или тайминги? Нюх или тайминги, а? Просто тебе уже пора было слиться, ты решил вот таким образом поступить. Да, ребят, будет сейчас неудачий бой. Там, где мы посмотрим, как он на самоходке по Орденному где ездит. Тоже там парень такой, лихой. И вот он, вот здесь, кстати, ребят, сейчас постоять промазал. Сейчас мы даже сделаем на небольшой скорости. Летит самолет. По нему работать. Смотрите, доворачиваю. Он уже его доворачивает. Смотрите, как он сейчас будет двигаться самолет. Будет сейчас пыль, вспышки, не видно нихера. И он будет прицелом заводить за выходящим самолетом. Он должен попасть, но не попадает. Смотрите. Видите, и влево пошел. Там не видно было, блядь, что самолет будет маневр делать. Самолет шел на него и уходил сначала как бы вправо, да, крылом показывал. Но потом ушел влево от него. И круг сразу повел за ним ствол. И сразу же он нашел, который, да, заходит в него. Оп. Быстро реагирует парень на самолеты. Вот так вот. И вот совокупность таких вот моментиков нам говорит о том, что это читер. И никто, ребят, меня не уперебидит, что это честный игрок. И вот какой тебе смысл, сука? Блядь, ну ты ездишь, пытаешься скрыться. Блядь, я не знаю. Что ты хочешь кому доказать? Ребятки. Играйте честно. И просьба ко всем тем, кто защищает читеров. Вы с такой, блядь, уверенностью и пеной у рта доказываете, предаетесь меня оскорбить, грубить, хамить. Если вы что-то пишите в комментариях, пишите нормальные комментарии. Конструктивная критика приветствуется. А всякую чушь... Это просто... Блядь, ну, ребят, не знаю. Такую хуйню пишет. Порой смотришь, думаешь, блядь, что у человека в голове там? Это пиздец какой-то. Такую хуйню выдумать? Все, игрок решил больше не выходить, да, или у него техники нет. Спасибо, ребят, всем за внимание, за поддержку и за понимание. Пока-пока.